Человек, он от амебы до себя, вот развивалось такое длительное время, и, ну, от бактерий, где-то амебы, да, и двигалась эта бактерия, эта одна клетка двигалась, и сейчас тоже человек двигается, в общем, принципы локомоции остаются приблизительно похожие, что у клетки, что и у человека. Но все это происходило в какой-то среде, и для каждой среды, каждый организм вырабатывал свои приспособления. У нас этим приспособлением являются ни копыт, ни крылья, у нас это наши стопы, для того, чтобы мы могли ходить и передвигаться. И наши стопы, они по своему механизму похожи на крыло птицы или на плавники у рыбы. Опирается, передвигается за счет опоры у землю, мы, опора у птиц в воздух, у рыбы в вода. Ну, здесь представлена наша эволюция, и эта эволюция происходила в Сафрике, там, где человек уже формировался, как вид. И опорные поверхности, как у всех млекопитающих, это, в общем-то, земля, и более узкие рамки, собственно говоря, трава и вот такой грунт, уступающий давлению нашей стопы. То есть наша стопа, она приспособлена к тому, чтобы лук первой, опорная поверхность под ней самортизировала, промялась. Затем наша стопа формирует ложе, немножко под себя, подгребая эту поверхность. И затем уже во время толчка тоже небольшая происходит амортизация этой поверхности. Когда мы идем вперед, мы здесь видно, что на этом лицомочке первобытные люди. И вы видите, что человек не только ходит, он еще опирается и колени, но лежит. И все эти опорные поверхности, они имеют определенное давление на тело человека и вызывают соответствующий рефлекс изменения формы тела человека. Не только когда мы стоим, но когда мы на них сидим коленями или когда мы лежим. Или сидим на ягодицах. И на этом слайде вы видите, что современные технологии нам позволяют создать физиологичные опорные поверхности. Ту механическую среду, которая похожа на среду, в которой человек эволюционно развивался как вид. Это значит, мы должны начинать, опять же повторюсь, по крайней мере с выхода на сушу. И эволюция не только человека на последнем этапе, когда он был уже обезьяной, а учитывать именно ту эволюцию, которая происходила. Первый, конечно, наиболее важный это у всех млекопитающих, которые, как известно, были животными ночными и земными животными, которые жили в норках, копали норки. Поэтому крот, например, очень похож на того животного, которые, как считается, были наиболее сильно развиты в эпоху динозавров. Собственно говоря, откуда мы все эволюционировали.